Всем привет! Бельба город в стране Басков, на севере Испании, административный центр провинции Беская. Муниципалитет находится в составе района Гран-Бельба. Население на 2020 год, 350 184 человека. Крупный город автономного сообщества страна Басков. Бельба, важный морской порт и индустриальный центр Испании. Кафедральный собор Святого Иакова начал строиться еще до основания города. Город расположен в устье реки Нервьон, его пригороды выходят к побережью Бескайского залива. В древности на месте Бельба находилось рыбацкое поселение. 15 июня 1300 года город основал Дон Диего Лопес-5 Даоро, правитель Беская. Вследствие своего благоприятного для торговли положения и городских вольностей, которыми Бельба пользовался как Бескайский город, он стал быстро расти. Внутренние войны Испании мало его коснулись, однако он много страдал от войн с Францией. В 1835 году Бельба был осажден корлистами, но дал им такой решительный отпор, что они должны были отступить. Во все время корлистских гражданских войн Бельба и Португалити были опорным пунктом, через который англичане передавали испанцам помощь. Во время Второй Карлистской войны, 1873-1876, Бельба, имея гарнизон в 4700 человек, должен был выдержать нападение 20 тысяч корлистов, которые заняли гавань Португалиту и лишили этим осажденных помощи со стороны моря. Дон Карло сделал все возможное, чтобы взять город, который должен был стать его резиденцией, где он хотел короноваться. Два раза правительственные войска делали тщетные попытки взять штурмом господствующие позиции корлистов у саморостро. Наконец, после многодневного боя генералу Конхё удалось обойти неприятельскую позицию и принудить корлистов к отступлению. Но и позже, вплоть до окончания войны 1876 года, корлисты предприняли еще несколько неудачных попыток овладеть городом. Возрастающее значение Бельба навело нескольких состоятельных англичан на мысль построить на восточном берегу Бельбаской губы гавань, так как город был недоступен для очень больших судов, ибо и при половодье глубина не превышает 4,5 метров. Такая гавань имела бы громадное значение для Бельба, но корлистское восстание 1874 года помешало осуществлению этого грандиозного проекта. В 1890 году открылась муниципальная библиотека Бидибарета, десятью годами позже региональная библиотека Бискай. 19 мая 2010 года город был награжден почетной премией, присуждаемой одной из самых популярных сингапурских газет The Straits Times. Помимо символической золотой медали, власти города получили денежный приз в размере 300 тысяч долларов. 9 сентября 2011 года финишировал девятнадцатый этап многодневной велогонки Вуэльта. В Бельба, как и во всей стране басков, находятся в употреблении два официальных языка, испанский и басский. С 1995 года в Бельба действует метрополитен. По состоянию на 2017 год имеются три линии метро. В дополнение к метро с 2002 года в городе работает современный трамвай, который эксплуатируется организацией Юскотрэн. Бельба связан с окрестностями сетью пригородных железных дорог. Три ширококолейных линии принадлежат испанским государственным железным дорогам. Одна узкоколейная линия принадлежит испанским узкоколейным железным дорогам. Три узкоколейные линии принадлежат баскским железным дорогам. Юско Трен. Городские автобусы принадлежат муниципалитету и называются Билбабас. Они выкрашены в красный цвет. Региональные автобусы известны как Бискайбас. Они выкрашены в зеленый цвет. Бильба стал первым городом в Испании, в котором с января 2011 года было решено в качестве городского общественного транспорта использовать также двухэтажные автобусы. Это было вызвано соображениями о защите окружающей среды. Двухэтажные автобусы имеют большую вместимость, в результате чего становится возможным снятие с линии нескольких обычных машин и таким образом сокращение энергозатрат и выбросов в атмосферу вредных выхлопных газов. Стоимость одного двухэтажного автобуса составляет 660 тысяч евро, они заказаны и полностью оплачены из городской казны. Для их введения в Бильба потребовалось изменить национальное испанское законодательство, которое допускало максимальную высоту общественного транспорта в 4 метра, в то время как по нормам ЕС она может составлять 4,2 метра. Для оплаты проезда в городском транспорте, метро, автобусах, пригородных поездах, часто используется единый проездной билет крадетранс. В 15 километрах от города расположен морской порт Бильбао. Пароходство Пи-Эн-То обслуживает регулярную паромную линию Бильбао-Портсмут. Работающее на этой линии судно называется Прайтов Билбао. В Бильбао есть аэропорт, в настоящее время Бильбао является одним из наиболее динамично развивающихся городов Испании. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи!